Ирина Петрова, заместитель командира поисково-спасательной группы «Рысь Саров», состоит в рядах волонтеров 4 года. Но за такой небольшой промежуток времени она уже успела освоить почти все специальности, которые есть у поисковиков. Картограф, оператор эхо, координатор старшей группы. Хрупкая навита Ирина со стойким характером, таким, какой зачастую и необходим для руководителя. Заместителем командира я стала, как группа начала разрастаться. То есть это как-то исторически просто так сложилось, вот как мы вдвоем начинали, втроем, вчетвером. Так как вот в основном вместе, везде, на всех поисках. И у обоих как бы горело желание развиваться и развивать группу. Соответственно, командир стал командиром, а я стала его замом. Расскажите немножечко подробнее об этом, что вот вы, получается, только там втроем начинали. С кем это было, как это было? Ну, я анкету заполнила в январе 2020 года. И когда меня в чаты начали добавлять, нас там было человек, наверное, 10 буквально всего. В основном это были люди, которые на тот момент вот только-только в поисках Зарины поучаствовали в 2019 году. И, соответственно, из тех 10 человек сейчас в группе трое. Вот. И как-то, когда уже, ну, стали формироваться как группа, начались заявки, начались выезды. Ну, вот мы там где вдвоем съездим, где втроем съездим, где вчетвером съездим. Вот. И уже, ну, к августу у нас было уже другие 10-15 человек, и уже такие серьезные начались поиски. Зарина, я на нее не поехала. Ну, громкий тогда был очень шумный поиск. Четыре дня девочка, четырехлетняя, пятилетняя была в лесу. Вот. Соответственно, все наблюдали, все переживали. Народу там работало очень много. Там приезжали со всей России добровольцы, просто неравнодушные люди. Там все отряды всевозможные. Вот. Я, ну, просто не рихнула, потому что, ну, как бы ничего не знала, ничего не умела. С лесом были отношения очень сложные у меня. Не была любителем. Вот. Ну, тогда себе какую-то такую установку поставила, что вот если вдруг я что-то, какую-то ориентировку еще вижу, я в этом поиске поучаствую. Вот. А потом, как раз зимой, вот я начала встречать вот эти вот анкеты от рысей. Именно. Ни другие, ни какие другие отряды мне не попадались раньше. Вот. Поэтому именно от рыси. Поэтому так вот просто волей случая получилась именно рысь из поисковиков. Видимо, переживала все-таки за Зарину. Даже немножко прослезилась, когда ее нашли. Это было, значит, не живой. Естественно, это было радостно, это было переживательно. Может быть, отчасти прониклось тем, что, ну, эмоциями людей, эмоциями, возможно, там, родственников. И эмоциями, особенно, наверное, может быть, тех, кто вот в лесу путает. Как это может быть страшно, как это может быть непонятно. И как хочется поскорее получить помощь. Чтобы влиться в отряд рыси, Ирине нужно было освоить много навыков, научиться новым знаниям. Многому девушка училась на практике, на настоящих поисках, перенимала опыт от боевых товарищей. Ездила на обучающие курсы и программы коллегам в другие города. А со временем и сама стала обучать новичков, а зам поисково-спасательных работ. В марте, по-моему, или в апреле. Первый выезд учился на поиск. Ну, соответственно, там уже все просто на месте, просто практикой. Просто ходишь и узнаешь, как это делается, что делается. Как это на самом деле, ну, не в теории, а уже в действительности. Вот. Потом еще в мае был тоже выезд. Тоже там такой сложный лес попался, сложная задачка была. Тоже какие-то новые моменты узнаешь, как оно может быть, как из этого выходить. Вот. А потом уже осенью, ближе к зиме, где-то от коллег какой-то опыт перенимаешь там по той же самой программе на телефоне, по программе на компьютере, которой мы пользуемся. Уже ближе к зиме, наверное, я сама начала обучать уже приходящих вновь ребят потихоньку вот этому всему. Сложного ничего в этом нет. Пришлось немножко поковыряться, ну, разобраться с компасом, потому что в детстве, наверное, в школе еще был у меня очень неудачный опыт. Где-то мне на какой-то зарнице, что ли, какой-то ответ мой забарковали. Я подумала, что это очень сложно, это очень непонятно. А по факту оказалось, что, ну, это не сложно, это все на самом деле просто. И, скорее всего, меня тогда просто не поняли мой ответ, и все было правильно. Вот. Разобраться с программами, ну, это было интересно. Поэтому и с той, и с другой, и телефон, и компьютер, я разобралась. И спокойно сейчас этим делом владею. На картографа обучилась, работаю, на оператора Эха отучилась, работала, работаю, координирую, ввожу группу. Все специальности, кроме инфорга, у меня все. То есть я в инфорге не полезла, а так старшей группы аттестованный, координатор по необходимости, скажем так, ну, пришлось до этого дорасти. Оператор Эха отучилась, сдала, аттестована. Картограф тоже. Потому что, ну, в группе изначально тоже, когда вот только начинали, разрастали, здесь не было никого. Ну, соответственно, вот таких вот обученных уже по узким специальностям людей не было. И нам приходилось все это осваивать самим. Нужно было свои поиски как-то вести, как-то сопровождать вот именно по технической части. Поэтому приходилось учиться и это все осваивать. Быть поисковиком Рыси – работа непростая, требующая напряжения сил, стойкости духа, выдержки и трезвого ума. Зачастую волонтеры срываются на поиски по первому звонку, который может раздаться когда угодно. И поздним вечером, и даже ночью. Да, копить недосыпать тяжело, признается Ирина, но для нее это уже стало важной частью жизни. Волонтер – это же такое сложное дело, потому что, тем более, наверное, в вашем деле поисковом, это же вы можете сорваться по первому звонку, это же и вечерами, и ночами. Вот не мешает ли такой вот ритм личной жизни, профессиональной жизни? Ну, каждый доброволец, каждый участник группы для себя сам выбирает режим работы, скажем так, в составе группы. Кто-то выезжает действительно всегда, практически, везде, практически, в любой момент. Кто-то выезжает чуть реже, выбирает, может быть, выезды, которые не такие срочные, которые уже повторные, либо что-то еще. И, соответственно, приоритет именно волонтерства в жизни каждого добровольца, он разный. И, соответственно, с этим приоритетом люди свою жизнь и строят. У меня конкретно, да, это большая часть жизни, но, наверное, поэтому и не мешает, поскольку это практически, ну, практически эпицентр всего моего существования. Тяжело выйти утром на работу бывает, конечно, и после бессонной ночи, но это, ну, как бы, мой выбор, мое решение. Сама решила, сама виновата. То есть это вот уже не так тяжело? Это привычно стало? Ну, организму сложно, конечно, привыкнуть к этим, ну, перегрузкам же получается, да, бессонная ночь, а потом сразу идти на работу. То, действительно, когда-то, через несколько дней, состояние такое, что уже, кроме как рухнуть спать, ничего не остается. Пожаловаться некому и не на что. Опять же, сама решила. Решила поехать, значит, ну, огребай последствия. Помогла отказаться, ну, не захотела. Мотивация прихода в Рысь у всех разная. Кроме помощи и спасения жизни, каждый человек здесь переживает и находит что-то свое. Для Ирины поиски – это квест, сложная задача, которую надо решить. Такие головоломки добавляют интереса и азарта в работе. Но когда находят человека или поиски остаются безрезультатны, не обходятся без эмоций. У всех людей, которые приходят в поисковый отряд, изначально разная мотивация, да, прихода в группу. И, соответственно, отношения тоже немножко разные. Кто-то приходит действительно с душевным порывом прям вот помогать и переживает за каждого пропавшего. Для кого-то это больше времяпрепровождение, для кого-то это какой-то, может быть, квест или что-то такое. Для меня, я это, ну, не скрываю, для меня это больше квест. То есть для меня это интересная задачка. Задачка, в которой я знаю, что время очень сильно ограничено и время играет очень важную роль. Со взрослыми это нормально проходит. Как бы все взрослые поиски, они не вызывают особо никаких эмоций, кроме вот азарта. Разгадать, да, разгадать эту загадку, разгадать этого человека, разгадать его мотивацию. Разгадать его ошибки, которые он совершил, которые привели к облужданиям, например, в лесу. С детьми, конечно, немножко по-другому. Детский поиск – это особая вещь, это особые случаи. И там действительно иногда включаются эмоции, переживания, потому что, ну, ребенок не понимает, по большей части, что с ним происходит. Не знает, как действовать и никаких решений принять не может. Конечно, здесь там уже проявляются эмоции. И было несколько поисков детских, которые заканчивались трагически. Ну, да, то есть переживали, переживали все, переживали сильно. Но все, что могли, мы сделали. И особо от нас там ничего и не зависело. Дети были утонувшие. Иногда надо поговорить, иногда надо немножко посидеть, поддержать человека. Несколько раз с ним, может быть, встретиться еще, поговорить об этом, обо всем. Ну, каждый понимает, что действительно сделали все, что смогли. То, что мы выехали туда и хоть как-то поработали, это уже большое дело. Не было ничего такого, после чего приходилось бы прям серьезно людей вытаскивать, морально какую-то поддержку оказывать. Был вот детский поиск один, там две девочки разом утонули. Там несколько дней у меня люди приходили в себя, ну, там все, конечно, были в шоке. Это было не совсем ожиданно, не совсем ожиданный исход был. На вопрос, какой поиск был самым запоминающимся, Ирина затруднилась ответить. Ведь каждый случай особенный, со своими трудностями и вызовами, особенностями и исходными данными. Но все-таки для девушки самые яркие впечатления оставили первые выезды в леса, когда опыта и знаний было еще мало. Самые яркие эмоции – это, наверное, с первых, может быть, поисков, когда еще не очень понятно, что это такое, как это надо делать и что происходит вообще. В первый год было три серьезных таких затяжных поиска. Один из них – это поиск Вячеслава Линника, который до сих пор не найден в Сарове. Когда нас еще очень-очень мало, буквально там, может быть, не знаю, человек 10 рысей, человек 10 кинологов наших, Саровских, сотни просто сотрудников НЕФа, МЧСа, полиции. И вот с этими людьми надо что-то делать. Поиск надо как-то вести, хотя, казалось бы, уже все, что вот в приоритете, уже проверено. Проверено вдоль и поперек. 20 дней тогда мы работали на этом поиске. На карту треков смотреть очень-очень страшно. Если ее пытаться загрузить в устройство, устройство просто повисает, потому что это неимоверные объемы. Ну и, соответственно, отсюда, наверное, основная эмоция. Где? Как? Почему? Почему столько усилий и времени затрачено, а результата нет? Где мы ошиблись? Что мы не учли? Что мы не досмотрели? Ну, собственно, основная, наверное, проблема на тот момент – это недостаток опыта у нас, поскольку мы только-только начинали. Вот такой большой поиск. И на следующий год тоже большой поиск, не такой, конечно, глобальный, Смирновый, тоже в Сарове, бабушка с деменцией ушла. Тоже, как бы, полторы недели, по-моему, работы. Даже есть видео с камер, которые хоть нам какое-то направление дают, но тоже результата добиться не получилось. Человек до сих пор не найден. Кроме волонтерства, большую часть жизни Ирины Петровой занимает спорт. Во втором классе учителем физкультуры у нее был тренер с лыжной базы. Многие ребята потянулись в секцию. Вместе с подругой пошла Ирина. Она была в числе призеров областных соревнований, выступала на первенстве России и выполнила норматив на первый спортивный разряд по лыжным гонкам. Под руководством тренера Ирина прозанималась до выпускных классов, а позже стала тренироваться самостоятельно. Сейчас девушка занимается еще и палеотлоном. Сложно было, потому что со стрельбой не была знакома, но уговорили, ломали, притащили. И тоже палеотлоном немножко я сейчас занимаюсь. Городские редкие соревнования. Похожу, участвую. Несколько раз выезжала на областные по спорту. Видов больше нет. Палеотлон, получается, сами оснают? Да, палеотлон сама, ну там с ребятами, скажем так, уже с товарищами. Там зимний палеотлон – это лыжи, силовая гимнастика у девушек – это отжимания от пола и стрельба, собственно. Отжимания подтянуть, стрельбу освоить надо было. Летом там кросс-спринт, метание гранаты, стрельба и плавание. Вот с плаванием у меня плохо до сих пор. Сейчас спорт – это больше как тоже хобби, разгрузка, отвлечься, перезапустить себя, немножко отдохнуть морально. Это сейчас больше вот такой вот способ медитации, можно так сказать. Ирина участвует в городских и областных соревнованиях по палеотлону, бегает кроссы, летом тренируется на лыжероллерах. В детстве благодаря спорту у нее сформировались сила воли, стойки характера и твердость. И теперь все это помогает девушке в поисково-спасательных работах. В принципе, спорт как воспитание себя, заставить себя тренироваться, заставить себя идти через трудно, через не хочу, через усталость. Это помогает, да, действительно, в лесу. Чуть дольше ходишь, чуть легче преодолеваешь, допустим, лесные препятствия. В качестве общения с людьми тоже чуть проще организовывать, чуть проще отстоять свое мнение в каких-то ситуациях. Поисково-спасательная группа «Рысь» для многих волонтеров – как вторая семья. Здесь каждый важен и дорог. Доверительные и уважительные взаимоотношения нужны и в работе, иначе не получится наладить слаженную командную работу. Как старшая группа, Ирина отвечает не только за поиски в лесу, но и за микроклимат среди коллег. С Ириной мы познакомились очень интересно. Ну, как интересно, это для кого-то грустно было, для кого-то интересно. Мы с ней познакомились, когда искали линейку у нас в городе. Они как раз уже составляли боевой костяк. Она была движущей силой этого вот боевого костяка. И пару раз мы с ней ходили в цепи, прочесывали цепи. Она была старшей, нами командовала, инструктировала. Все было четко, на высшем уровне. После этого мы уже, когда я уже влился тоже в эту группу, мы уже участвовали в разных других поисках. Там тоже были прочесы цепи. Это отработка линейных арентиров, это тропок всяких просек. Вот, однажды она мне даже спасла жизнь. Вот, было это под Арзамасом. У меня был сильный приступ аллергии. Случилось неожиданно. В общем, она где-то раздобыла лекарства, она меня спасла. Так что вот она очень такой хороший человек. Она еще очень хороший организатор. И, можно сказать, это движущая сила, которая нас всех объединяет. Может быть, некоторые это до сих пор еще не понимают. Ну, это действительно так. День пропавших детей, это 25 мая. Каждый раз мы проводим это мероприятие, чтобы люди знали, что делать, чтобы не потерялись дети. Если потерялись, что делать? То есть напоминаем детям и взрослым, как себя вести. Моего ребенка пригласили поучаствовать во флешмобе на этот праздник. И вот как раз Ирина пригласила. И я просто была поражена вот этими людьми, которые добровольцы, которые не получают за это деньги. Но на таком энтузиазме они работают. Ирина всех заражает. Она просто как батарейка, энергайзер. И можно считать эту дату датой моего прихода. Потому что мне захотелось быть в отряде, мне захотелось быть среди таких людей. Это просто семья. Большая такая семья, дружная, сплоченная. Очень приятно находиться с ними и чувствовать такой тыл. Помимо непосредственных поисков и спасения жизней, Рысь проводит беседы и уроки в школах и детских садах в рамках школы детской безопасности. Активную деятельность Ирины Петровой отметили на областном уровне. Она победила в отборочном этапе молодежного проекта лидеры Нижегородской области. Также Ирине вручили благодарность главы города за развитие поисковой деятельности в городе. И благодарность правительства Нижегородской области за развитие добровольчества в регионе. Болонтерская деятельность, она как-то понравилась, заразила. Это каждый раз уникальный случай, несмотря на то, что они внешне очень похожи. Невозможно перестать набираться опыта. Каждый поиск – это опыт, каждый поиск – это выводы какие-то, это какие-то новые пунктики в алгоритмы на следующий раз, на следующий похожий случай. Азарт, наверное, может быть какой-то, потому что, ну, опять же, для меня это задачка, которую надо решать. Вот. Мне нравится делиться своим опытом, передавать его приходящим ребятам. Нравится устраивать им занятия, какие-то, где-то, может быть, немножко с подвохом, где-то, может быть, чуть-чуть сложнее, чем будет в действительности. Мне нравится делать какие-то, может быть, небольшие проекты уже в детском направлении. Функционирует у нас школа детской безопасности. Общаемся с детьми. На предмет детской безопасности устраиваем мероприятия, уже традиционное на 25 мая, на День пропавших детей. То есть мероприятия в парке мы проводим. Регулярно нас приглашают в пушту зимой на День рассеяния. Нравится придумать, создать задачку, пускай детям, ну, что-то вот. Завязать поисковую тематику, завязать тематику безопасности. И то, что это находит отклик у людей, то есть дети приходят, им нравится, с ними приходят родители, родителям тоже нравится. То есть есть какая-то обратная связь, есть посещаемость этих мероприятий. И это дает вдохновение для следующих шагов, для следующих решений каких-то, следующих идей. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории. Познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова